В эфире «Утро Карачаева Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро и начинаем новый день сентября с погоды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Многие из которых были отобраны для этой выставки. Сами художники отмечают, что нартский эпос дал возможность им вдохновиться и сотворить эти шедевры. Что объединяет эта выставка? Это объединяет нашу историю, культуру. Каждый народ должен свою культуру знать. Язык, искусство, культура, нартовский эпос. И вот оно, чтобы подрастающее поколение не забылось и передавалось. Эта выставка имеет большое значение в плане сохранения и популяризации наследия народов Северного Кавказа. В этих чудесных произведениях искусство отображены сцены из нартского эпоса и богатая культура карачаево-балкарского народа. Очень приятно и отрадно, что в экспозицию основную вошли работы не только именитых преподавателей, но и студентов. И, соответственно, сейчас, когда эта выставка дошла уже до нашего вуза, здесь есть возможность и поизучать, кто как трактовал разные образы, еще раз вернуться к нартскому эпосу, потому что есть все-таки различия между эпосами разных народов. Учитывая, что студенты у нас из разных регионов, это очень такой хороший опыт. Выставка стала отличной площадкой для обмена знаниями и диалогом между постителями и организаторами. Экспозиция будет работать в течение месяца и постить ее может каждый желающий. Олег Малхожев, Виктория Карпенко, Вести Карачаева-Черкесия, Карачаевск. Представители управления Росгвардии по Карачаево-Черкесии приняли участие в первенстве регионального совета «Динамо» по перетягиванию каната среди сотрудников правоохранительных структур, которое прошло в рамках столетия образования Всероссийского физкультурно-спортивного общества. На стадионе «Нарт» Черкеска собрались шесть команд, представляющие Росгвардию, МВД, судебных приставов, ВСИН, МЧС и ФСБ. Благодаря ловкости и сплоченности по итогу спортивной встречи первое место заняла команда управления Росгвардии по Карачаево-Черкесии, второе – у регионального МЧС, почетную бронзу получили представители республиканского ВСИН. Победителям вручили памятные кубки, дипломы и ценные призы. Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия». Ровно в 9 смотрите «Вести» на карачаевском языке, затем также программы карачаевской редакции. А в 14.30 «Вести» Карачаева-Черкесия с Муратом Джанкиозовым. Всем хорошего дня и встретимся завтра.